привет друзья сегодня мы наконец-то снимаем видео вопрос-ответ и вот такое вот у нас начало в бассейне но сначала мы хотим сказать что у нас наконец-то 5000 подписчиков и хотели бы вас поблагодарить дорогие друзья за то что вы нас смотрите за то что пишите комментарии ставите лайки особенно за то что вы делитесь нашим видео и рассказываете наш о нашем канале своим друзьям спасибо так а еще мы хотели бы передать привет стасе петровой анастасия литоновской при юлия балакиной привет анастасия верещагиной ренате сергеевой ирине хуснутудиновой саши привет виктории галаевы привет ефименко олесе ольге санаевой и ники все кто нас просил передать привет надеюсь мы передали всем привет все я ушла с этой жары от этой шумной компании сначала я сама буду отвечать на вопросы когда дело дойдет до вопросов которые касаются наших детей они присоединятся ко мне ответить на все ваши вопросы еще у нас есть небольшое объявление мы совместно с каналом луна герл проводим конкурс на куклу монстр хай если вы желаете поучаствовать в этом конкурсе то заходите на канал луна герл смотрите видео об этом конкурсе и участвуйте ссылку на канал луна герл я дам под этим видео и еще одно объявление один из наших зрителей просил мне рассказать о том что у него на канале проходит конкурс в котором разыгрывается фиджет спиннер поэтому если вы хотите поучаствуйте в этом конкурсе заходите на канал мистер бенсер ссылочку на его канал я дам под этим видео и участвуйте ну а теперь переходим к вопросам и ответам дорогие друзья вы прислали такое огромное количество вопросов и многие из них настолько интересны и не знаю сколько у меня займет времени на ответы на эти вопросы ну мы постараемся ответить на всех и пожалуйста заранее прошу прощения если я произношу неправильно имя фамилию на вопросы я отвечаю в той последовательности которые они поступали то есть самые первые вопросы отвечая самым первыми первый вопрос задала алина ви сколько лет вы живете в сша я живу в сша почти 12 лет то есть 15 июля будет 12 лет как я сюда прилетела мой муж здесь живет 18 лет то есть в августе этого года будет 18 лет а дети все родились здесь следующий вопрос от азалий лайк а как легко выучить английский ваши способы и еще никита понимает английский язык начну с того что никита нет не понимает английский язык у нас дома разговаривают только по-русски и у нас здесь очень много русских родственников поэтому больше всего находится в русскоязычной среде несмотря на то что дети общаются часто на английском языке дома с ним они разговаривают на русском и по-английски он практически не понимает как легко выучить английский язык для того чтобы быстро и хорошо учить английский язык нужно находиться в английской среде если у вас нет такой возможности то нужно больше читать английских книг, английских газет, английских статей и смотреть видео на английском языке, смотреть фильмы на английском языке. То есть это самый главный фактор, который вам поможет выучить английский язык. К тому же нужно учить каждый день английские слова. Допустим, есть переводчик Google. Там есть слово русское, слово английское, как оно по-английски и как оно произносится. Следующий вопрос от «Обо всем и понемногу». Расскажите, пожалуйста, про свой город и, если возможно, то небольшой краткий обзор. И еще тут же, много ли в вашем городе русских? Мы живем в городе Спакем, по-русски он называется Спакан. Этот город находится в штате Вашингтон. Он второй по численности населения в нашем штате. У нас очень сухо, сухой климат. У нас так же, как и в России, есть зима, лето, осень, весна, но при этом очень-очень сухо. У нас замечательная здесь природа, горы, хвойная растительность в основном, каменистая почва. В нашем городе большая часть населения белых и очень-очень много иммигрантов из Азии, из Латинской Америки и из бывшего Советского Союза. И здесь всех выходцев из бывшего Советского Союза называют русскими. Несмотря на то, что им постоянно говорят «нет, я не русский, я украинец, я из Белоруссии, я из Молдовы». Нет! Для американцев здесь все русские. Численность населения в нашем городе где-то 220 тысяч на сегодняшний день. Я могу вам сказать, что здесь очень-очень много русских. И где-то я нашла цифру, что на сегодняшний день около 15 тысяч так называемых русских выходцев из бывшего Советского Союза в нашем городе. Очень много. В какой-то магазин бы не пошел, в какое бы место не пошел, ты обязательно услышишь русскую речь, обязательно встречишь нашего человека. И дальше вопрос обо всем и понемногу. Чем ваши дети будут заниматься летом? Мы особых планов на это лето не строили. Наши дети так же, как и везде дети, будут заниматься гулять, играть, плавать в бассейне, ездить мы будем на озеро, может быть, в какие-то развлекательные центры ездить, будем ходить в кино. У нас достаточно много мест здесь для развлечений летом. И поэтому особых планов мы не строили. Следующий вопрос мы получили от Стасии Петровой. Которой мы передавали привет. Как пришла вам в голову идея создать канал на Ютьюбе? И как на это отреагировали остальные члены семьи? Чья это была идея? В прошлом году, прошлой весной, прошлой зимой, Коля очень часто смотрел канал Мистера Макс. И Коля мне начал задать вопрос, мама, а почему мы ничего не снимаем? Почему бы нам не открыть свой канал? А я на тот момент даже не знала, как заливать видео на Ютьюб, как это все вообще технически делать. Я умела только нажать кнопку на камере, снять, ну и перенести потом из камеры в компьютер видео. Это все, что я могла сделать на тот момент. И Коля на вопросы меня просто, скажем так, сильно озадачили. Я начала задуматься, почему бы и правда не сделать. Мы сняли несколько таких пробных видео, не очень удачных. Вы можете посмотреть у нас на канале. Мы еще не знали, какое будет у нас название канала. Мы перепробовали много различных идей, как мы сняли несколько видео с различными названиями на канале. Я сделала детям предложение, чтобы они придумали название канала. Каждый ребенок на следующий день ко мне подошел, и у него было несколько вариантов. И в итоге из всех вариантов мы выбрали Funny For. Одним словом, идея, наверное, была все-таки Колина. Следующий вопрос от Стаси. Быстро ли вы адаптировались после приезда в Америку в плане климата, еды, привычек американцев языка? Я очень трудно адаптировалась к местному климату. Здесь очень-очень сухой воздух. И мне казалось, что я просто задыхаюсь, как будто мне воздуха не хватает. В плане климата мне очень тяжело было адаптироваться. Где-то год я привыкала. А потом я привыкла. И когда спустя три года мы прилетели в Россию, я вышла из самолета, я вдохнула воздух и не поняла, что это. Мне показалось, я как будто кисель какой-то вдыхаю. То есть настолько огромная разница в воздухе, здесь и в Москве, в России. Влажность. Насчет еды. Мне не пришлось адаптироваться к американской еде, потому что здесь очень много русских магазинов. Сначала я покупала практически все продукты, которые я ела, только в русских магазинах. Но несмотря на то, что это были русские рецепты, многие продукты были произведены в Америке. А в Америке продукты имеют немного другой вкус, особенно молоко. Вот молоко мне поначалу здесь казалось, как будто мело разведенное в воде. Вот именно такой почему-то мне вкус казался. Что касается привычек. Привычки я, в принципе, свои не меняла. Мне не пришлось адаптироваться. Американцев и языка, да, было сложно. Я когда прилетела, я вообще не понимала, о чем здесь они говорят, потому что я в университете и в школе учила немецкий язык. Было тяжело, потому что я не понимала, что вокруг говорят вообще. Потом сразу же поступила я, пошла в школу английского языка, и я за год закончила шесть классов в этой школе. Хотя обычно заканчивают шесть классов за два года. У меня как-то так получилось, я через классы перепрыгивала, перешагивала. Тот уровень английского языка, который нужен для жизни, я взяла за этот год. Да, вопрос был, в чем, трудно или нетрудно. Нет, было нетрудно. Как-то все шло само собой. Был, конечно, стресс вообще в общем. Была сильная тоска по родине, и все это вместе совмещалось, и было очень плохо первый год. Первый год – это самый ужасный. Кто здесь живет, наверное, со мной согласен. А потом уже все нормально, привыкла. И еще один вопрос от Стаси. «Не стесняетесь ли вы, когда снимаете в общественном месте?» Очень стесняюсь. Если бы я снимала где-нибудь в России, то я себя чувствовала намного бы лучше. Но среди американцев мне очень-очень неудобно. И так боюсь, что мне кто-нибудь подойдет и скажет, типа, что вы у нас снимаете, какое вы имеете право? Потому что здесь люди все отставят свои права. Здесь за любое какое-то ущемление прав другого человека ты можешь ответить чуть ли не тюрьмой. Поэтому я пытаюсь снимать так, чтобы как можно меньше американцев попадало в кадр. То есть мои дети, других детей, если задевать, то только немного совсем так в съемках. И в некоторых видео мне даже пришлось прятать лица, чтобы потом ко мне не было претензий у американцев. Я снимала видео про рождественские игрушки, как мы получали бесплатно рождественские игрушки. И мне пришлось спрятать лица всех людей, чтобы потом ко мне не было претензий, что вот я такая сякая, их сняла и показала на весь свет, что они бесплатные игрушки получают. Следующий вопрос от Полины Власовой. Как ваши дети так быстро выучили английский? Наши дети быстро выучили английский, потому что они здесь родились, и они с самого рождения слышат вокруг английскую речь. Так или иначе, она к ним попадает в мозг. Потом они пошли в школу, и там просто у них не было другого выхода, когда к тебе только обращаются по-английски и ждут от тебя, что ты будешь от них что-то понимать. Плюс общение с американскими детьми, все в целом это накладывается, как бы стресс и одновременно огромный-огромный поток новой информации. И дети как будто бы, вот прям, они идут, сначала им тяжело-тяжело-тяжело, а потом какое-то мгновение, и они начинают разговаривать по-английски. Большинство детей так именно происходит. Почему в Америке больше условий для жизни, чем в России, бесплатный обед и бесплатные мероприятия? Я этого не знаю. Я давно не была в России, я не знаю, как там, что, если там что-то бесплатное или нет. Я знаю, что, почему здесь есть. Для американцев это очень важно, чтобы их дети были сыты, обуты, одеты. Не важно, и твой ли ребенок, или другой какой-то. Важно, чтобы всем все хватало. У них принято давать другим. Они обязательно куда-то донейшн делают, то есть дают деньги куда-то на благотворительные цели. У них здесь много, полно всяких благотворительных фондов. У американцев так и заведено. Просто нужно обязательно кому-то давать что-то. Те же рождественские игрушки, которые бесплатные, они не за счет государства идут. Это за счет того, что простые люди отдавали деньги свои в этот фонд или покупали сами в магазинах игрушки и клали в специальную коробку, из которой потом эти игрушки раздавались в детям. Я думаю, что это дело даже не в правительстве, не в государстве, а дело в том, что внутри у американцев. Как они воспитаны? Они воспитаны, что нужно обязательно, обязательно жертвовать, делать какие-то пожертвования. Так, еще один вопрос от Полины Власовой. Правда, что в Америке жить очень дорого по сравнению с ценами в России? Ну, здесь, скажем так, на многое цены выше, чем в России, но также здесь и доход выше, чем в России. Одежда, на мой взгляд, здесь намного дешевле, и здесь есть много возможностей купить очень-очень дешево одежду. Что касается продуктов, да, здесь дороже, но относительно, опять-таки, дохода человека, это цены нормальные. И тоже касается коммунальных услуг, также касается каких-то мобильной связи, интернета, стоимость недвижимости, тоже спорный вопрос. Недавно мне в комментарии мужчина написал, что дом, в котором мы показывали за 280 тысяч, что его квартира в Панмосковье столько же стоит, и что он мог бы уехать из этой неудобной квартиры, где рядом соседи топают над головой, там собаки гавкают, и жить в таком доме, в красивом, в хорошем районе, где тебя никто не будет напрягать и беспокоить. Вопрос от Лилии. Светочка, как называется ваш город, сколько человек проживает в вашем городе? Я уже ответила, наш город называется Спакен, у нас проживает где-то 220 тысяч человек. Следующий вопрос от Реникс Ди И. Извините, если я неправильно произнесла. Здравствуйте, как вам вообще Спакан и сам штат Вашингтон? Почему именно это штат? Так получилось, что сестра мужа эмигрировала в Америку, и она жила в Спакене. Потом, когда она вызвала семью моего мужа, то есть родителей его братьев и сестер, они, естественно, приехали в Америку и поселились тоже в этом городе. А потом, когда муж меня вызвал, то я тоже осталась с мужем здесь, в этом городе. Нам здесь очень нравится, нас здесь все устраивает. И по сравнению с другими штатами, с другими городами, мне кажется, что у нас здесь очень даже благополучно. Вопрос от FIBI. А сколько килограммов с фермы вы привезли и зачем вы туда ездили? Там дешевле? Мы привезли с фермы, наверное, где-то 10 килограмм клубники. На ферме клубника не дешевле, может быть, даже немного дороже. Ну, примерно такая же цена, как в супермаркетах, где-то полтора доллара или два доллара за паунд. Но мы ездим на ферму, потому что там настоящая клубника. Та клубника, которая продается в магазинах, она аж хрустит, и она не похожа на клубнику. У нее нет практически вкуса клубничного. А то, что мы на ферме собирали, это обычная, вкусная, сладкая, ароматная клубника. Ну, а следующий вопрос у нас от Китти Эдриан. Для всей семьи вопросик первый у нее. Как вы планируете провести лето, чем будете заниматься? Я уже отвечала на этот вопрос, что мы ничего не планируем. А дальше у нас вопросы идут для детей. Поэтому я сейчас буду перебираться потихоньку к детям. Вот он, Никита, к нам подошел. Да, Никит? Угу. Будешь отвечать на вопросы? Угу. Какая твоя любимая игрушка? Инструменты и пылесос. Инструменты и пылесос я перевожу. Инструменты, это у него набор. Принесешь свой ящик сюда инструменты, покажешь? Вот такой у него набор инструментов. Я, правда, не уверена, что там есть все, что необходимо. Все, что у него лежит. Вот тут такой у него фартук одевать специально. Здесь есть вот такой молоток, отвертки, различные карандаши, чтобы отмерять все. Этот набор прямо настоящий. Здесь такой весь металлический. Никита у нас ходит по всему дому, выкручивает всякие шурупы, гвоздики, да? Нет. Я просто не открутила. Ты что уже открутил? Дверь открутил? Розетки открутил? Нет. Я чуть-чуть откручиваю так. Еще. Короче, он откручивает розетки, кровати, все разбирает, двери откручивает, все чинит. Он говорит, я все чиню. А еще он любит пылесосить. Ему именно нравится не игрушечный пылесос, а настоящий пылесос. И он, это, для Никиты это праздник, если мы ему даем в этот пылесос поиграться, попылесосить. Да, Никит? Угу. Не надо пылесос потащить, не надо, не надо. Следующий вопрос к Никите. Любишь ли ты смотреть мультики? Да. Какие ты мультики любишь? Мимимишки. А еще? Мимимишки, а еще какие? Новые шарики. Малышарики, он называет новые шарики их. А еще? Барбоскиных любишь? Да. А Машу и Медведев любишь? Да. Все, Никит, мы тебя отпускаем. Следующий вопрос у нас для Лизочки. Лизочка вышла из бассейна. У нас вопрос к тебе такой от Китти Эдриан. Какая твоя любимая игра на планшете? Много игр всяких там. Я вижу, у тебя здесь ABC Kids, алфавит, да? По-английски. Да. И множество различных Китти. Ланчбокс, Китти, Нейл, салон. Это ногти красить, да? Ага. Пазл с Хиллокити. И какие-то прически делать, да? Да. Это твои любимые. Ты больше всего в них играешь, да? Да. Следующий вопрос к Лизочке. Какие самые любимые американские и русские конфеты? Чупа-чупс и какие-нибудь другие конфетки. Я не знаю. Вообще Лиза любит все конфеты. Я даже не знаю, каких конфет она не любит. А еще она любит карамельки обычные русские. Нравилось ли тебе, Лизочка, учиться в киндер-гартене? Да, очень. Есть какой-то момент или событие, которое тебе запомнило в школе или понравилось? Градиоэйсен мой. Градиоэйсен – это выпускной. Где ты была в красном таком одеянии, да? Да. И помните, что мама снимала видео в Градиоэйсене? Помните, друзья? Следующий вопрос и к Сонечке. Что ты больше всего любишь рисовать? Я люблю рисовать птиц, животных и цветов. Какой самый любимый предмет в школе? Мне нравится вискультура. Какое самое любимое домашнее животное у тебя? Конечно же, кеша. Попугай. Хорошо. А, у вас живет дома кто-то? Вот уже вопрос, да? У нас дома есть попугайчик кеша. Хотела бы ты завести кого-нибудь? Ну, кого-нибудь еще, скажем, помимо кеша. Ты хотела? Какую-нибудь котенку. И вопросы для Коли. В какие игры ты любишь играть на улице? Баскетбол и футбол у меня там еще есть. Еще люблю кладь в бассейне. Есть любимый цвет у тебя? Синий. Твое любимое мороженое, кроме спанч-боба, если есть. Мятное. Твой любимый парк развлечения или отдыха в Америке? Геттэр и Ванда Волд. Короче, один это где прыгают на трамплинах, а другой где различные автоматы, можно покидать там что-то, покататься на машинках. Вопрос от Артура Иванова. Какая любимая еда у каждого из детей? Начнем с Лизочки. Конфеты на мороженое. Короче, всякие сладости, которые можно только придумать. Мороженое, нутелла и всякие конфеты. У Сонечки? Торт. Торт? Мамин торт. Медовый. Медовый. Коля, у тебя? Пицца. Следующий вопрос от Александра Райта. Как вы смотрите фильмы? То есть можно найти в интернете, посмотреть, или надо покупать где-то диск, или покупать на сайте, или идти в кино. Мы здесь смотрим, по крайней мере, мы взрослые, фильмы чаще всего на русском языке, а на русском языке можно найти любое видео в интернете, мы никуда не ходим, ничем таким не пользуемся. А наши дети, они вообще, наверное, только YouTube смотрят, они очень редко смотрят какие-либо фильмы. Так, я перебралась обратно в дом, на улице невыносимо жарко. Анжелика Смейл спрашивает, есть ли у вас дача в США? Лох, у нас бывают дачи в США вообще у кого-то? Дачи в США есть только очень состоятельных людей. Вот. Я здесь не видела никогда дачи. Это чаще всего домик у озера, у людей, которые зарабатывают не меньше, чем миллион в год. Следующий вопрос от отель Элион. Сколько надо денег, чтобы поехать в США отдохнуть? Очень интересный вопрос. Я знаю, сколько стоят билеты в Америку. В разные сезоны, по-разному. Весной, например, можно купить от 800 до 1000 долларов стоимость билетов. Туда-обратно. Такие жаркие сезоны. Конец лета, август, где-то вот так вот, июль, август, сентябрь. Очень дорогие билеты, и они стоят где-то 1100-1500 билеты. А насчет проживания здесь трудно сказать, как отдыхать вы будете, чем вы будете заниматься. Только могу сказать стоимость билетов. Так, наши друзья, семья Воробей из Белоруссии. Они, кстати, тоже многодетная семья. Спрашивают, кто такие минониты. Минониты это такие староверы, выходцы из Европы, а конкретно из Германии, из Голландии. Они живут в Америке общинами, у них свои какие-то традиции, оставшиеся еще с позапрошлых веков. У них одежда такая своеобразная, длинные платья, специальные главные уборы у женщин. У них очень скромная одежда. Никаких вырезов, воротнички, всегда все закрыто, все прикрыто. Максимум, что они могут себе позволить, это по локоти оголить руки. У них общие деньги, общие затраты. Если кто-то женится, они им покупают за общие деньги дом. Если кто-то заболел, за общие деньги лечат. Они живут изолированно, подальше от цивилизации. И разговаривают на своем языке немецкий, смесь с голландским, своеобразное наречие. Но, тем не менее, они все разговаривают также по-английски. Следующий вопрос от A233 Life. Сколько лет вы учили английский? Я, когда только приехала в Америку, один год ходила в школу английского языка. И вот все, что я смогла там выучить, выучила. И все по сейчас я считаю, что я до конца не выучила английский. Мне кажется, чтобы его выучить, нужно... Должен быть кто-то американец в семье, как у некоторых, выходит замуж или женится на американцев. Там у них, да, там английский язык хороший. Анжелика Грей спрашивает. Хамилтон от вас далеко? Да, это в другом штате и далеко от нас. Анжелика Грей также спрашивает. Америка или Россия? Вот это, наверное, самый сложный вопрос, который задает. Если что касается каких-то чувств, то это как сравнивать, наверное, родную мать и приемную мать. Какая бы родная мать не была плохая, а приемная какая бы хорошая не была, то все равно ты будешь любить, наверное, больше родную мать. Но если относиться, как именно оценивать жизнь, сравнить, как я живу в Америке, как жила в России, для меня в России есть такие раздражающие моменты, с которыми я не хотела бы в своей жизни сталкиваться. Это российская бюрократия, чиновники. Скажем так, я столкнулась уже множество раз по приезду из Америки в Россию с различными такими моментами ужасными, бюрократическими. И потом, когда я жила в Америке, пыталась вызвать свою маму, я поняла, что здесь этого совсем нет, и я не хотела бы из-за этого жить в России. Девять лет назад мы летали в Россию с Соней и с мужем. Повод был ужасный, у меня папа умер. И в связи с тем, что умер папа, нам приходилось проделывать огромную бумажную волокиту, оформление наследства, оформление доверенности и все такое. И у нас была Сонечка маленькая и грудная. Нам, чтобы оформить все бумаги, приходилось идти к нотариусу, а нотариус был только один. За ним закреплялся район, и все люди, которые проживают в этом районе, обязаны идти были только к этому нотариусу. Туда была очередь, которую нужно было занимать с утра, и стоять не уходить. Если ты ушел, то все, уже ты в пролете. Тебя зовут, а тебя нет. И если ты отошел там по пить или по какой-то там своей нужде, значит, ты уже очередь эту потерял, очень трудно попасть. И выставив эту длинную, огромную очередь, с каждого человека бралось по 500 рублей за то, что просто ты зашел к этому нотариусу, и он на тебя просто посмотрел, даже ничего не сказал. Таким образом, чтобы оформить все документы, наследство и все такое, нам приходилось с моей сестрой, с моей мамой стоять в огромных очередях, и в перерывах я бегала кормить Соню, она у меня была грудная. И потом приходили, и этот нотариус нам никогда ничем толком не помогал. Мы приходили туда много раз и давали по 500 рублей. В итоге, я когда уехала из России, не успела ничего сделать, оформила доверенность на своих родных, потом мои родственники оформляли уже без меня. Я была так раздражена этим, мне так это злило, мне так это не нравилось. Я когда уезжала, думала, как хорошо, что я с этим в Америке не столкнусь, потому что здесь точно такого нет. И еще один такой момент, когда я маму вызывала в Америку, ей пришлось оформлять паспорт заграничный. И на это ушло у нее полгода. Она прошла множество инстанций, ей приходилось уходить с работы. В итоге, в общем-то, я ей помогла, надоумила ей заполнить документы на сайте госуслуги. Она туда подала заявление, и ей через некоторое время, через две, прислали уведомление, что ей нужно пойти в паспортный стол не местный Новоусманский, но в Усмане, где она жила, а именно в Воронежский, в центральный, в областной паспортный стол. Придя туда, мама моя обнаружила, что надо там очередь занимать с двух часов ночи. И под утро там делалась перекличка, если тебя в это время нет, то тебя вычеркивали из очереди, и ты не мог попасть в этот день больше в этот паспортный стол. И так проходило изо дня в день, и моя мама никак не могла попасть туда. В итоге, она через три ночи, после того, как она там простояла, она все-таки попала в этот паспортный стол. Зайдя туда, на нее посмотрели, посмотрели на ее заявление, сказали, извините, здесь произошла какая-то ошибка, вы должны идти в вашем Новоусманский паспортный стол и там подавать документы, потому что мы не принимаем на пятилетний паспорт. А только на десятилетний. В итоге, моя мама столько промучилась, и результат ноль. В результате я очень сильно рассердилась и перерывла весь интернет, нашла все сайты, которые только возможны, сайты Кремля, Жириновского, Единой России, и написала жалобы, что вот такая ситуация с моей мамой и с ее паспортом. Через две недели за моей мамой приехали на милицейской машине, отвезли лично ее к начальнице паспортного стола, в нерабочее время, это было вечером, упрашивали ее, чтобы она забрала жалобу, лично приняли в нерабочее время, лично приняла начальница паспортного стола у мамы документы, и по-быстренькому сделали, очень быстро, где-то недели за две или за три, и потом лично начальница позвонила маме и в нерабочее время ей лично отдала. То есть получается, что если бы не жалобы в Москву, без какого-то пинка сверху чиновники русские совсем не хотят двигаться. Здесь таких моментов вообще нет. Я расскажу, как мы здесь загранпаспорт получаем. Здесь загранпаспорт нужно распечатать онлайн-аппликацию, заполнить ее, сделать фотографии, поехать на ближайшее почтовое отделение, где принимаются на загранпаспорта. Можно в худшем случае отстоять очередь. Может быть, вот когда в последний раз мы сдавали на паспорта, была перед нами одна женщина. Зайти с этими аппликациями, с фотографиями, отдать все документы, тут же заплатить вы на этой почте. Нас никто не мучил, нам никто не издевался, нам не пришлось писать в Белый дом, чтобы нам наконец-то дали эти паспорта. Здесь этих чиновников не замечаешь, их как будто бы нет. Этой бюрократической проволочки вообще нет, никакие справки тебе не надо нигде брать, никому шоколадки заносить, нигде не надо положить на руку, никому там, никому не надо заплатить. Здесь коррупция, если есть, только на самых-самых высоких верхах. А внизу мы ни разу не сталкиваемся, что кому-то где-то надо заплатить. Здесь полицейские не берут взятки, поэтому здесь порядок на дорогах. Вот, поэтому в этом сравнении, конечно, Америка выигрывает. Следующий вопрос от Лиса Варданян. Что каждому из вас не нравится в Америке? Что мне не нравится в Америке? Мне не нравится, наверное, ябедничество. Хотя на этом здесь и держится порядок. Но здесь ябедничают все и на всех. Даже если человек, который кажется, что тебе очень дружелюбен, он обязательно, если ты что-то не так сделаешь, обязательно тебя наябедничает, настучит. Что тебе не нравится в Америке? Что там в школе так малолетно идти в школу. Что рано? Ходить в школу надо? В 5 лет уже надо в школу идти? Да. Надо попозже, да? Да. А Россия мне нравится больше. Как в школе относятся к тому, что ты из русской семьи и свободно владеешь двумя языками? То, что ты разговариваешь на английском и на русском, просит ли тебя сказать или написать, или перевести, и научить говорить по-русски? Кто-нибудь просил тебя? Никто не просил привезти кого-нибудь английского в русском. Но у тебя никогда не просили что-нибудь сказать по-русски? Как по-русски то, как по-русски всё? Мы с Иеной в моём классе говорили с одной девочкой-подружкой нашей русские слова. Мы говорили, сердечко, мы сказали... Ну, короче, учили, да? Да. Учили, как у девочек, говорить по-русски. Ты когда станешь взрослым ребёнком, чем бы ты хотела заниматься? Рисованием. Рисованием. Так, ну, брать четыре бумажки, склеивать в один очень большой лист и рисовать там большие картины. На плакатах рисовать картины, да? Сонечка, что тебе не нравится в Америке? Ну, ничто. Всё нравится? Да. Ничего. Всё нравится, да? Да. Следующий вопрос. Как ребята в школе относятся к тому, что ты из русской семьи и свободно владеешь двумя языками? Просит ли сказать, что-нибудь написать, перевести, научить говорить по-русски? Не, не просят ничего делать. И особенно никак не относятся к тому, что ты русская? Да. Нет. Что нет? Ничего не говорят. И относятся спокойно, нормально, да? Как будто так это и должно быть, да? Угу. Нормально. Соня, чем бы ты хотела заниматься в подростковом возрасте? Я пока не знаю. Ты не думала об этом? Нет. Я не знаю. Не думала ещё об этом, да? Вопрос от Лисы Варданян. Как вы относитесь к уровню образования в США и рассказываете ли вы своим детям о России? Да, о России мы постоянно рассказываем, особенно о том, как мы учили в школах, и они это воспринимают как какую-то страшилку. А как я отношусь к образованию? Оно совершенно другое, отличается просто в корне, отличается от российского образования. Если в России образование нацелено как можно больше знаний, чтобы человек получил, ребенок получил, можно сказать, что впихивает огромное-огромное количество знаний. По крайней мере, так было со мной и в школе, и в университете. Поэтому я сравниваю с образованием, которое я получала. То здесь они не стараются впихнуть эти знания, они стараются, чтобы развивалась личность, чтобы у этой личности было своё мнение, чтобы они могли выразить свою мысль, чтобы у них была своя точка зрения. А потом, в более взрослом возрасте, когда каждый ребенок определится тем, кем он хочет стать, он изучает именно те предметы и глубоко изучает, которые ему будут нужны в жизни. Они все вот так вот напихиваются в него. И поэтому, если считать по количеству знаний, которые ребенок получает, то да, в России лучше. Если считать по тому, каким специалистом в итоге ребенок станет, когда вырастет, когда выбрать специальность, то здесь лучше, я так считаю. Также ещё вопрос от Лисы Варданян. Отмечаете ли какие-нибудь русские праздники? Да, мы отмечаем Новый год. Здесь Новый год практически не отмечается. Пасха. Пасху мы отмечаем и по русским, и по американским традициям. Следующий вопрос поступил одинаковый сразу от Дианы Павлючик или Павлючик, я не знаю, как правильно произносить ударение делать, от Лилии Сараевой, от Насти Шарко и от Яны Фризи. Поступил вопрос, сколько вам лет? Мне 39, мужу 38, Соне 10, Коле 8, Лизе 6, Никите 3. Вопрос от НАТО БРД. Наталья, привет! А собираетесь вы на отдых в поездку? Какая самая большая жара у вас летом может быть? В поездку, как я уже говорила, мы не планируем, не собираемся. Самая большая жара у нас летом это где-то 43-45 градусов. Сейчас в данный момент у нас на улице градусов 35 жары. От Маша Ник. Как вы распределяете обязанности по дому? Нравится ли детям учиться в школе? Если да, то почему? Скажем так, домашнее хозяйство веду я. Но мне все активно помогают. Соня и Коля иногда, ну довольно-таки часто, моют посуду, вытирают пыль, прибирают в своих комнатах. Даже Лиза прибирается в своей комнате, убирает игрушки, вытирает там всю пыль везде. Вот. Они наводят порядок, помогают. Муж мне помогает, и с детьми всегда помогал, и по хозяйству он мне всегда помогает. В чем я не успеваю где-то сделать, он мне всегда помогает. Нравится ли детям учиться в школе? Если да, то почему? Соня, тебе нравится учиться в школе? Да. Почему? Просто нравится. Я не знаю. Там весело? Да. Там интересно? Да. Тебя тянет туда вот сейчас на каникулах? Ну, тянула, а сейчас нет. Сейчас хорошо, да? И так дома? Там весело. Да. Почему тебе нравится в школе? Я хочу, потому что там весело тоже. Там игр много. Елена Норенко спрашивает, кем каждый из детей мечтает стать в будущем? Какая профессия им нравится больше всего на данный момент? Сонечка, а ты кем хочешь стать на данный момент? Художником. А ты говорила учителям по рисованию. Уже передумала? Да. Так, Коля говорила, что он будет ученым. Хочет стать ученым. Сейчас ты кем-то хочешь уже стать? Я уже пока не знаю. Пока еще не определился, да? Ученым уже не хочешь больше, да? Нет. Парикмахером. Парикмахером. Это что-то новенькое. Пока что она играет в планшете в приложениях, где делают прически. И она захотела стать парикмахером, да? Александр Шаров спрашивает. Что вы думаете о ситуации в России в данный момент? Собираетесь ли вы приехать в свою страну когда-нибудь? Я не знаю ничего о ситуации в России в данный момент. То, что там по интернету мы какую-то информацию слышим, от родственников слышим. Но у меня как таковой целой картины нет на самом деле, что там происходит. Поэтому я не могу судить это. А собираемся ли мы приехать в свою страну? Мы не планируем в ближайшее время, это точно. Как сложатся обстоятельства, как сложатся жизнь, я не знаю. Но на данный момент пока мы не планируем ехать в Россию. Джулия Балакин спрашивает. Как и почему вы решили снимать влог? Вы имеете в виду вообще, почему вы решили снимать на YouTube видео? То я уже рассказала. А почему именно влоги мы начали снимать? Поначалу мы снимали челленджи распаковки игрушек. И как бы у нас особой популярностью не пользовались эти видео. Потом мы попробовали снимать влоги про жизнь в Америке, про школы США. И как бы такая тема заинтересовала зрителей. Поэтому мы их снимаем дальше. Извините, я не знаю, как прочитать ваше имя. Камила Достоил. Почему Соня и Лиза не снимают видео? Это вопрос ко мне. Соня и Лиза, они всегда готовы снимать видео. К тому же Соня открыла у себя еще один новый канал игровой. Она там снимает игры свои. Как называется твой канал? Лайт Ледженд. Это чисто ее канал. Она сама им занимается, все делает. Я не знаю, что там за видео у нее. Я едва нахожу время на Фанни Фор канал, на основной. А на остальные, может быть, у меня в ближайшее время и появится, что-то изменится. Но пока что у меня нет времени на эти каналы. Следующий вопрос от Кэтрин Хиджазин. Извините, если я неправильно прочитала. Расскажите, пожалуйста, как вы приехали в США. Я уже много раз рассказывала. И у нас есть видео про это. Если хотите, я вам дам ссылочку. У нас есть ответы на эти вопросы в видео, в предыдущих вопрос-ответ. Ирина Хуснуддинова спрашивает, когда рун-тур? Дорогие зрители, это самый больной вопрос для меня. Столько раз я уже обещала его снять. И никак у меня не доходят руки до него. Постоянно у нас какие-то события происходят в жизни. Мы постоянно куда-то едем. И постоянно есть что снимать. И я для себя как бы отложила это видео на тот момент, когда нам нечего будет снимать. Скажем так, этим летом я постараюсь снять тур по дому. Happy Life спрашивает, какие любимые русские книги у ваших детей? Какие английские? Соня, какие у тебя русские книги любимые? Робинзон Крузо. Робинзон Крузо? Да. А английская? Warriors. Это коты-воины, да? Да. Рассказывай, какая у тебя любимая русская книжка? Робинзон Крузо. Тоже Робинзон Крузо. Мы ее читаем уже пятый раз. Хорошо. А английская какая? I survived. I survived? Да. Какая у тебя любимая русская книжка? Carson. Carson? А живая шляпа? Тоже. Хорошо. А английская книжка тебе нравится? Угу. Ну, Клиффорд я люблю тоже. Клиффорд, да? Такая красная большая собака. Это серия детских книг. Были ли Соня, Коля, Лиза, Никита когда-нибудь в России? И Соня была, когда ей был меньше водик? Ей годик исполнилось, как раз она была в России. Я ничего. Ну, она ничего не помнит, говорит. А Коля, Лиза и Никита ни разу не были в России. Вопрос от Евгении. Где, по вашему мнению, жизнь счастливее? В США или в России? На мой взгляд, здесь в Америке намного меньше стресса и как-то более благополучно. На дорогах спокойно водят. Все друг другу уступают. Все вокруг вежливые. Нет очередей. Если есть очередь, то она очень удобная. То есть там кресло, стулья. Все доброжелательные, все тебе улыбаются. Я не беру материальное благополучие людей. У каждого человека в России, в Америке разное материальное благополучие. Я имею в виду общую атмосферу. Здесь лучше. Следующий вопрос от Я и моя собака. Спрашивает. Знаю, что родители вашего мужа живут в Америке. Расскажите, пожалуйста, своих родителей. Родители моего мужа, их зовут Лариса и Андрей. Они в глубоко преклонном возрасте. Маме 80 лет, папе 84 года. Живут они недалеко от нас, где-то 5 минут езды. Вопрос от Саши Кожевниковой. Были ли когда-то у Сони длинные волосы? Не хочет ли она отрастить их сейчас? У Сони раньше были всегда длинные волосы. А где-то год назад Соня решила их подрезать. Ты хочешь себе длинные волосы снова? Нет. Почему? Неудобно с длинными волосами почему-то. Соня любит вот такую прическу. Соня любит длинные волосы. Значит, пока что не будет. Это мой стиль. Следующий вопрос очень хороший и актуальный. Карина Саторова спрашивает, часто ли ссорятся дети и почему? Дети, часто ссоритесь? Смеются, смеются. Иногда. По несколько раз в день. Это иногда у них, да? Лиза у нас обычно с Никитой ссорится, потому что они вечно то и кружку не подели, то еще что-то. А Соня с Колей тоже ссорятся. Почему? Я даже не знаю почему. Ева Деревского, извините, если неправильно сказала, а также к ним присоединилась семья воробей. Спрашивают, ответьте, пожалуйста, какие русские мультики смотрят дети? Я люблю смотреть, ну, Маши Медведь и Фиксики смотреть с маленькими. С маленькими детьми. А когда она одна, она их никогда не смотрит. Она смотрит какие-то другие там свои вещи. Никакие. Коля русские мультики точно не смотрит никакие, да? Да. Веселые сестрички спрашивают, а в каких школах дают подарки на каждый праздник? Если можно, что и какие подарки? Такого нет, что прямо вот конкретно в какой-то школе какие-то подарки давали. Здесь у каждой учительницы по-разному. Какая-то учительница специально свои деньги покупает различные подарки детям. Другая учительница организовывает какие-то подарки. То есть здесь все индивидуально. И нет такого, что прямо в какой-то школе что-то дарили конкретно. Такого нет. Юлия Куданова или Куданова, извините, не знаю как, спрашивает. Светлана, вы работаете? Нет, я. Что касается заработка денег, нет, я не работаю. Я работаю дома с четырьмя детьми с утра до вечера. Вопрос от Киса Милка. Что больше всего вам нравится в Америке? Ой, я уже, наверное, говорила, что здесь очень удобно жить. Здесь очень комфортно жить. Здесь спокойно. Здесь очень мало стресса. Здесь как-то все американцы живут на какой-то расслабухе, наслаждаясь жизнью. Они всегда улыбаются. Они довольны. И это настроение в тебе постоянно передается. Нигде тебе не хамят. Куда бы ты ни пошел, тебя никто нигде не напрягает. Здесь как-то сделано все с умом и все работает. И все организовано правильно. Прожив почти 12 лет в Америке, я каждый день еще продолжаю удивляться, как здесь все правильно организовано и устроено. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...